Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео мы с вами продолжаем тему организации хранения на моей кухне. В прошлом видео я показала, что хранится у меня здесь в выдвижных ящичках. Сегодня же я хочу показать, что хранится у меня вот в этой огромной полке, которая находится с левой стороны. И вот так вот мы ее открываем. И вот это вот общий план, что у меня здесь хранится. Но давайте, конечно же, начнем по порядку. Начнем с вами с верхней полки. С правой стороны у меня хранятся контейнеры пластиковые. Они предназначены для заморозки разных, скажем так, ягод, фруктов, может быть, каких-то овощей. Вот я в этом плане их и использую. Вот это вот недавно я приобрела, так как мы хотим с мужем съездить ягод, пособирать. И это я уже приготовила и поставила сюда для того, чтобы использовать для замораживания. Дальше мы видим чаши здесь у меня из Икеи. Я их вам показывала в покупочках уже не один раз. Здесь у меня очень-очень много разных чаш. Начинаем вот от такого маленького размера. И они идут больше и больше. Ну и вообще огромная чаша, которую вы изначально видели. Идем дальше. Здесь у меня запечатаны досточки. Вот здесь вверху еще новенькая, вот эта новенькая. Дальше вы видите контейнер такой стеклянный для запекания. Он очень тяжелый, плотный. Вообще у меня контейнеры здесь стоят. Но я его сюда решила переместить. Именно вот это стеклянный. Потому что сюда очень хорошо вошли две майска сердца и вот эта досточка. Я подумала, что это будет очень компактно, когда одно в одно ляжет и будет очень удобно так хранить. И, девчонки, вы знаете, так оно и оказалось. Я ничуть не жалею, что я так поступила. Когда мне нужна эта форма, я просто оттуда все достаю, использую ее и обратно ставлю. Очень удобная вещь. Также здесь идет еще стеклянная досточка. Ее я использую для рыбы. И под ней идут салфетки, которые я обычно стилю на стол. Мне так удобно. Именно здесь удобно хранить салфетки, потому что я их часто меняю. И не нужно никуда за ними ходить. Просто открыла полочку, взяла их и все. То есть для меня это очень-очень удобно. И вот здесь хранятся также чаши. Одна вот эта вот новая, вторая я использую уже года 2 или 3. Но, конечно, по ней видно, что она такая очень поюзанная, поиспользованная. Но все равно я ее выбрасывать не буду. Она очень хорошая. Ничего, что вид у нее не особый, но свои функции она выполняет. Вот это, что касается верхней полочки. В нижней полочке слева у меня хранится подносик вот такой вот шестяной. Или, может, металлический, правильнее сказать, не знаю. Он такой же тоже староватый. Вид у него не особый. Но пока другого нет, вот этот у нас стоит. Дальше. Здесь у меня шампуры. Два вида разных шампуров. Одни предназначены для сосисок, вторые для мяса. Я их обычно вот так вот запаковываю, чтобы вдруг самой не уколоться. И вообще это удобно. Когда идем на шашлыки, я просто достаю один из наборов, который мне нужен, и все. Здесь еще есть пленка запасная. И в пленке лежит фольга. У меня скоро уже закончится и пленка, и фольга. Поэтому это уже куплено новое на подходе. Также внизу есть скалка и бумага для выпекания. Она обычно бывает такая вот длинная. И как раз вот в эту огромную глубокую полку она очень хорошо входит. И с правой стороны у меня, девчонки, хранятся разные формы, разные емкости. Вот это вот металлическая форма такая вот, как и стеклянная. Если честно, стекло я больше люблю в последнее время. Но вот эта раз была уже когда-то куплена. Я, конечно, ее доиспользую. И уже пока она из строя не выйдет, я ее не выброшу. Дальше здесь для кексов форма. Далее идет у меня овальная стеклянная форма. Дальше у меня вот такие вот железненькие разные формы. И есть такая вот форма, ну как бы из фольги, не знаю из чего она сделана. Одноразовая, очень удобно, как-то в покупках показывала. И еще хочу показать вам один секретик. Внутри в обычной круглой форме для выпечки я расположила подставку для горячего и еще одну формочку. То есть они получились что-то очень маленькие. Все это одно в одно входит, девчонки. И это экономит действительно ваше пространство в организации. Вот посмотрите. Если бы все у меня стояло вот так вот просто на виду, одно рядышком с другим, чтобы было. А так у меня все одно в одно я поставила, вошло. И это действительно экономит пространство. Это очень удобно. Вот. Мне это очень нравится. Форма, конечно, тоже вот эта вот старая. Очень старая. Ей уже, я не знаю, 4-5 лет. Но она такая классная. Она не пригорает. Она не испортилась ни капельки. Может быть, Вить немножко потеряла. Вот. Но ничего страшного. Я все равно буду ее использовать, потому что она по качеству обалденная. Ну вот, девочки. Это вот такое вот у меня было нехитрое, очень легкое хранение в этой части моей кухни. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, как вы это все храните. Если не подписаны на мой канал, то, конечно, подписывайтесь. Ставьте пальчик вверх. Увидимся с вами в новых видео по организации и хранению. До новых встреч. Пока-пока.